Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Вот это видео будет немножко про сельф, чтобы правильно получить направление при работе с классами. В данном случае это видео будет опираться на видео «Нет этих знаний в Python, значит не будет никакого программирования». То есть, по сути дела, там мы говорим о функциях и параметрах. Я рассказываю Дмитрию, который занимается активно в школе. Ссылка на это видео, его первым надо посмотреть, будет в описании. Почему это видео я записываю. Итак, большинство людей, находясь в программировании год, два, три, так и не могут научиться писать классы, не понимают совершенно логику. Единственное, знают несколько вещей. Знают про наследование, знают про инет. На этом знания заканчиваются. Дальше начинается копипастинг и все. В чем проблема? Проблема в неправильном входе. Диме до классов еще далеко, но сейчас уже можно, и ведь ему все равно интересно будет как-то классы просматривать. Поэтому я это видео записываю для того, чтобы Дмитрий понял, насколько важна тема, которой он сейчас занимается. Дальше делать без нее нечего. Итак, вот, когда мы с Дмитрием, я ему написал видео, он в группе вот ответил. Валерий, добрый день, спасибо за ваш совет и высокую оценку. Все принял, за себя многое подчеркнул. Конечно же, переделал задания, добавил источники. Видео посмотрите, поймете, о чем речь. Давайте-ка посмотрим. Сейчас. Дим, сразу вот что надо исправлять. То есть, я понимаю, в первоначальных видео я писал на латынице русскими буквами. Это очень плохая привычка. От нее надо сразу избавляться. Поэтому называйте файлы только на английском языке. Это будет правильно. Почему? Потому что от этой привычки вы потом не избавитесь. И это будет некрасиво. Переделал. Давайте посмотрим просто, что он переделал. Да, он писал программу. И далее я вижу, что переделал. Я сейчас открою это задание вот здесь. Здесь видно. Дим, ну до конца вы не услышали. То есть, да, вы все правильно сделали. Я вижу, что программа ваша работает. Вижу, что маркдаун. Маркдаун нет в этом. Здесь есть маркдаун, кстати. Вы можете в Юпитере писать маркдаун. Для этого надо, когда у вас есть ячеечка... Сейчас, секундочку. Нажимаете Escape и буквочку M. И убирается, как вы видите, вот это. И уже будет работать маркдаун. И когда вы уже Ctrl-Enter нажмете, то будет уже нормальный текст. Да, поняли. Почитайте про маркдаун. На Ютубе много видео. То есть, про жупитер. Там очень много скрытых команд. Просто наберите. По-моему, так. Волшебные команды. Жупитер. И вы... Вот, магические команды. И вы найдете там кучу команд, которые можно вплоть работать, как в обычной командной строке. Чтобы это задание действительно было полным, я вижу, что вы здесь уже сделали описание. Но было бы правильнее, Дим, почему я говорил, что Юпитер очень удобно, что вы создаете исключение в своей программе, получаете его и идете дальше. Все, как я показывал. То есть, если вы... Вы же можете скопировать код. Это сейчас у вас длинная программа. А потом уже будут не такие длинные. Вставили. Получили исключение. Сейчас будет синтактическая ошибка. И Ctrl-Enter. Вот она. Синтактиз Эра. Разобрались. Как я вас учил в прошлом видео, открыли синтактическую ошибку. Посмотрели, к чему относится. К тексту. Действительно, в тексте есть ошибка. Да, к переменным. Далее, скопировали текст. И вторую получаете. А это у вас остается. Оно у вас остается. Далее вы можете просто, допустим, добавить еще ячеечку. И сделать себе в Markdown описание, что это за исключение. И этот документ себе сохранить. То есть, должен идти постоянный процесс. Еще раз. Дмитрий. Исключения должны быть вот здесь. И изучение языка через исключение, это и есть сам процесс изучения. Написание работающего кода, просто чтобы он работал, это неправильное изучение. Ведь нам важно отталкиваться от исключения. Тогда мы понимаем, что работает правильно. И как исправлять исключение. Ладно, не буду отвлекаться. Молодец, что правите. Молодец, что Джупитер завели. Молодец, что аккаунт на гид завели. Потому что там видео, ребята, кто новые посмотрите, поймете, что все проще. Дальше. Ну, с гид разберетесь по ходу. Основы я там показал, как и в школе есть материал. А вот сейчас мы поговорим. Просто я хочу, чтобы вы на данный момент очень сильно оттянили тему, которую вы сейчас изучаете. На что я вас направил? На то, что параметры функций. Давайте мы откроем файл. Сейчас я покажу некоторые вещи. Вот здесь мы ведем... Вы сейчас изучаете. Согласно прошлого видео. Согласно прошлого видео. Параметры функций. Параметры функций. Мы с вами договорились, что все параметры функций вы будете изучить из иголочки, будете считывать их моментально, и уже это отпадает у нас. А вот сейчас, это как задело на будущее, да? Сразу исправим одну ошибку. По поводу классов. Я еще полный ноль. Над ними надо усердно работать. Это правильно. Ну и по Linux вопрос. Linux абсолютно любой. Ядро везде одинаковое. Я рекомендую всего лишь Debian, потому что тот, кто интересуется и серверной частью, и настольной. Ну, выбирать систему можно любую. Ubuntu, берите любое окружение, ищите, постоянно ищите, и найдете, обязательно свое найдете. Сам факт, что программист должен работать в командной строке. Это его любимое занятие, командная строка. Все остальное от него отпадает. Поехали дальше. Я обещал записать видео, чтобы вас направить и оттенить вот эту тему, которую вы начали. Так вот, по-моему, здесь я ваше описание, где знаю, что на ощупь делали, знаю, что повторяли, но сейчас нам важно понять одну вещь. С чего начать изучение классов? Вот только это. Больше ничего не надо, чтобы не путаться. И здесь как раз у вас есть ответ. Нет, что такое сейф? Способ описания любого объекта. Всегда идет первым. Ну, вот это вот правильно написали. А вот это, это ужасно, да? И сейчас просмотрим, как делают большинство людей. Да, пару секунд отвлекусь. Ребята, кто начал с этого видео смотреть, чем отличается моя школа от вообще любых других школ. В ней вы поймете, как изучать программирование. И лучше быть в школе. То есть там узнали, тут узнали, в группе что-то прочитали. Далее вам будут, вы можете заниматься на любых курсах. Школа вам поможет собрать в голове знания. spb-tut.ru джанго мы пишем сложный сайт. и потихонечку введу блокчейн. Лучше на сайте блокчейн можно купить доступ и к питон-жанго, и к блокчейн. Там есть внизу ссылочка. Все. Рассказал, чтобы знали, что, откуда ноги растут. Итак, давайте-ка мы посмотрим такую вещь. Вот смотрите, заходим на сайт Python. Тут, в принципе, все есть. Если мы зайдем на сайт Python, то возьмем, возьмем вот так вот, нажмем, да, документация, и увидим, внизу есть вопросы. И здесь есть вопросы программирования. А сейчас я вам говорю, вы себе пишите, Дима, классы надо изучать сельф. Потому что, если взять большинство ребят, что они пишут про сельф? Только первую строку. Сейчас поймете. Здесь есть, что такое сельф, да, если мы переведем, вот что читают все. Это условное имя первого аргумента. Все. И на этом заканчивается. В результате, как изучают ребята ООП? Правильно. Изучают наследование. Там действительно, наследование надо одну минуту затратить. А здесь надо часы. и изучают инет. Приходят говорить, как правило, ребята, я понимаю наследование, понимаю, что такое инет. Все остальное я не понимаю. Вполне возможно. Дело здесь только в одном. В неправильном подходе. Давайте посмотрим правильно. Не путайте. Это описание. А мы с вами должны вывести правило. Вот когда вы заявляете, допустим, что это просто условное имя первого метода, это представьте себе, Дмитрий, мы с вами подходим к двери, там есть замок, дверь закрыта. И я говорю, ну что, пошли. А вы вы мне говорите, это вот просто замок. Он здесь стоит. Это название вот этого элемента двери, замок. Я говорю, а как войти? А я не знаю. Вы скажете, ключ, наверное, надо. О, ключ. Так вот, нам, наверное, надо понимать, что это сельф делает. Ведь не зря то, что это имя первого аргумента, это его отделили, что давайте называть первый этот аргумент почему-то сельф, чтобы он был всем виден и понятен для всех программистов. Но ведь он что-то делает, за ним что-то стоит. Здесь есть описание. Но это описание. Описание, которое новичку не очень-то понятно. Здесь просто расписано сельф их, x сельф меч. Иными словами, видимость переменной легко, видимость к методу легко, а само сельф что делает. Но тем не менее, давайте кое-что здесь сделаем. Хорошо, нам это ничего не дает. Нам, как профессиональному программисту, дает понимание читаемости. Отлично. потому что это в другом месте написано. Дальше пишется про синтексис. Да? Далее то, что мы сейчас будем уже проделывать, написано про ини. Да? И третье, вот здесь в конце наконец-таки написано то, что нас может заинтересовать. во втором и третьем написано немножко про пространство имен, но пока этим не путайте голову, да? Я вам просто говорю, вам сейчас на этом этапе надо запомнить. Я начну с сельф. Но сначала давайте посмотрите. Здесь есть важные замечания. Точно так же для использования переменных экземпляров необходимо написать сельф. Варн, к примеру, означает, что ссылка на неполные имена внутри метода не должна искать каталоги экземпляра. Другими словами, местные переменные и переменные экземпляра живут в разных пространствах. Отлично. Вот это новичок прочитает, знаете, как ему рассказали про обед, но он ничего не обедал. Но тем не менее, мы здесь выделим такую вещь, как ссылка. Теперь давайте попробуем, смотрите, попробуем найти классы. Вы можете начинать классы как хотите, то есть взять абсолютно любой курс, взять общий, а потом когда или прочитать вот этот учебник, а потом когда чуть-чуть будет понятно про классы, перейти к тому, что я говорю. Итак, мы мотаем мотаем, мотаем, мотаем и доматываем до 932 учебника, да, где мы находимся, сейчас покажу. То есть, если мы находимся на сайте Python, это лучший учебник вообще из всех, которых я когда-либо видел, просто его надо уметь читать. Туториал, ну, поняли, да, классы, Туториал, вот, нажимаете документация, нажимаете, тогда появляется Туториал и ищите здесь, проматываете классы. И вам надо 932, 932, дальше мы сейчас закроем справа это, и мы читаем, очень важная вещь, сейчас будем соединять все это в голове. Объекты класса, объекты класса поддерживают два вида операций, ссылки на атрибуты создания экземпляра. Обратите внимание, здесь написано то, что от вас ускользнет сразу, здесь же не написано классы и объекты класса, тут о классе ничего не говорится, а я вам сейчас скажу, тут говорится объекты класса, но про класс здесь не звучит, так вот, я вам объясняю немножко с подводных камней, с которыми вы потом столкнетесь, так, сельф два, пусть это будет сейчас, мы с вами это сейчас попишем немножко, давайте-ка мы здесь сделаем следующее, ну пусть будет вот так это сделаем итак, объекты класса поддерживают два вида операций, ссылки на атрибут создания экземпляра, дальше смотрим, я вам сказал, что вы начинаете изучение сельф, теперь объясняю почему, вам, когда бегун начинает бежать, вот вы собираетесь бежать или идти, вы всегда становитесь на опорную ногу, да, и отталкиваетесь, правильно, всегда так, в автомобиле включается первая передача, так вот, цель для вас будет первой передачей, давайте-ка мы сейчас вот что сделаем, еще раз откроем учебник и будем на него опираться, теперь я у вас спрашиваю 932 ссылки на атрибуты и создание экземпляра, то есть класс, смотрите, есть у нас класс, есть объект класса, объект класса, то есть который включает две вещи, да, ссылки на атрибут и создание экземпляра, когда новичок, он не знает ничего об этих словах, давайте просвещаться, начало, но не забываем, что self это наше начало, при этом мы перед собой ставим нормальный вопрос, буду останавливать, чтобы не писать, не тратить время, первый вопрос, который мы перед собой поставили, а почему надо начинать сель, чтобы понять классы, почему, давайте буду писать, так будет понятно, давайте сделаем вот так, кстати, Дмитрий, набирайте синтексик с маркдаун, за вечер разберетесь, и что это, теперь я у вас спрашиваю, Дмитрий, смотрите, у вас возникает вопрос, почему мы должны начать сель, это раз, и вообще, а что это сель, пока единственное, что мы поняли, что это некий первый аргумент, отлично, но давайте попробуем написать некоторый код, вот это, поехали, итак, напишем класс, конечно же, конечно же, здесь возникает еще один вопрос, давайте-ка мы продублируем вкладку, после этого откроем опять Python, откроем документацию, найдем глоссарий, Python, чем, почему я говорю, что ребята начинайте с Python, еще объясню один момент, потому что если мы откроем, вот приходят ребята зачастую, то солидность интересует их, то еще какой-то язык, если мы откроем тоже солидите, и вы прочитаете код, прочитаете документацию, то здесь не будет никаких разъяснений, здесь предполагается, что уже есть готовый программист, который четко понимает все операции программирования и просто рассматривает как вариант языка, в свою очередь, Python имеет очень мощную базу учебники, глоссари, то есть где идут разъяснения программирования, они все потом перекликаются во всех языках, вы поднотореете в базе, и здесь легко вы можете найти, что такое класс, здесь написано довольно простым языком, который в принципе будет похож на язык, то что используется в Википедии, шаблон для создания пользовательских объектов, определение класса, обычно содержит определение метод, которые работают с экземплярами, учебный класс, теперь разница между классами экземпляром, ну вот смотрите, ребят, все банально просто, вот я открываю проект Жанго, он написан на Python, то есть работает по законам Python, это то, что мы пишем, да, открываю модель, и вот у нас есть определенный код, то есть поля, вот допустим поле ChartField, это то, куда вы вписываете заголовок, ChartField сам по себе класс, то есть если мы открываем документацию Django, да, типы полей, то здесь мы легко найдем поле ChartField, то есть среди этих полей поищите сами, вот оно, да, ChartField, и мы видим, что это класс, и тут Дмитрий, я все-таки отвлекусь, хотя много поджанга говорю, на систему работы с кодом, да, почему я вам сказал документация работать, потому что когда мы заходим и понимаем то, о чем я сейчас говорю, да, мы видим в документации что это, да, класс, метод, функции, поэтому разобраться, и тогда документация она поет, но это будет со временем, это класс, то есть создано поле ChartField, а когда мы пишем саму программу, мы в одной модели использовали ChartField, во второй, в третьей, в десятой, то есть мы используем экземпляр класса, иными словами, сам замысел очень прост, мы придумали поле, или это то же самое, что взяли любое переменное, любое имя, где путем присваивания экземпляру, и теперь эта переменная может делать все, что делает этот класс, но мы орудуем экземпляром класса, вот теперь, и вот смотрите, и здесь все, что нам надо, дальше мы видим, смотрите, models ChartField, открываем нашу документацию, правда ли там написано в этой документации то, что мы читали, возвращаемся немножко, да, что, а где оно делось, ссылки на атрибуты создания экземпляра, и действительно, атрибут это то, что дальше, сейчас правильное слово вылетает, иногда бывает такое, и на старуху бывает проруха, вот вылетело слово, ребят, и все, грубо говоря, прописывается через точечную нотацию, вообще, по сути дела, точечная нотация, это то же самое, что для обычного компьютера был бы слэш, да, теперь понятнее, так вот, через точечную, вот это и есть ссылка на атрибут, да, то есть точка, это и есть ссылка на атрибут, а в данном случае имя title, это и есть создание экземпляра, то есть действительно, у нас подтвердилось, что да, ссылка на атрибут создание экземпляра, так вот, теперь первый вывод, вы изучаете классы, как бы вы ни изучали, но читать классы надо, имея, имея в виду две вещи, то есть, я, Дмитрий, понимаю, что класс работает таким образом, что у него есть операции, ссылка на атрибут и создание экземпляра, все это, отдельные, особенно атрибуты, это огромнейшая, большая тема, но я сейчас скажу, не хочу искать материал, когда человек 14 лет программирования, недавно совсем я этот материал смотрел, он на, как это, на Пайтон, на этом сайте, Бест Пайтон писал, 14 лет, и я, он через 14 лет только начал полностью использоваться атрибуты, зачем ждать 14 лет, так вот, это огромнейшая тема, сейчас мы ее не затрагиваем, но тем не менее, на живой программе я показал, теперь, теперь, чтобы не отдаляться, не отдаляться, давайте опять перейдем к нашему классу и кое-что все-таки допишем, итак, про класс написали, чтобы вы себе не дурили голову, не дурили голову, я вам скажу, класс это создание нечто нового в любом языке, иными словами, мы хотим создать что-то новое, ведь не может же язык программирования все предусмотреть, поэтому придумали функцию, придумали класс, по сути дела, смотрим дальше, к какому выводу мы придем, а вы не забыли, что мы сейчас с вами говорим о self, как о начале работе, так вот, теперь мы связываем две вещи в голове, нам надо сейчас далее смотреть на работу с классами с двух позиций, мы с вами начинаем смотреть, первое, все-таки self разобраться, почему его где-то пишут и зачем, и соединить в голове ссылки на атрибуты создания экземпляра, и вам, Дмитрий, стоит ответить на вопрос, так а self к чему относится, к созданию экземпляра, ссылки на атрибуты или созданию экземпляра, и здесь встает вопрос, вы себе можете выписать, когда вы будете, попробуйте сейчас, после вот этого моего урока, когда мы поговорим о ссылках, зайти в язык программирования JavaScript, и там именно поищите информацию какую, а как сохраняются данные в JavaScript, там различается, но что вам надо вынести, абсолютно верно, что в любом языке, общее для всех, что данные как-то сохраняются, ну как правило, они сохраняются как объекты, либо как ссылки на атрибут, иными словами, происходит то же самое, то, что происходит у вас на компьютере, это вы понимаете, вы что сделали на компьютере, например, вот у нас файловый менеджер, вот у меня папка emacs d, я нажимаю и перехожу к самому emacs, это вот ссылка, в языке программирования все работает схожим образом, есть переменная, вот она сейчас, или функция, да, ну сейчас, давайте писать дальше, сейчас будем разбирать, итак, давайте пока определимся еще с одной истиной, почему, это мы с вами чуть позже, и что это, вот я вас спросил, что это, ну старайтесь сами ответить, итак, есть класс, ключевое слово класс, которое дает нам создать класс, о которых мы пока ничего не знаем, мы назвали его room, далее поставили двоеточие, далее мы определим с вами метод def init, init, иными словами, мы определим метод def init зачем в данном случае, init определяется для того, чтобы указать первоначальные данные, и то есть далее, если мы будем работать с другими классами, но эти первоначальные данные будут присутствовать в каждом классе, когда мы будем наследовать, сейчас мы это сделаем, потому что это показательно, init не обязательно делать, только тогда, когда нам надо первоначальные данные, ну например, если мы работаем с домом, то наверное первоначальные данные надо, что это дом, или это здание, это будут разные вещи, в зависимости от того, что это будет у вас за код, например, вы можете назвать, что это просто квадрат, и сделать абстрактный класс, или строение, да, строение, написать, это я просто послушайте пока на слух, вы можете написать, что это строение, да, при этом вы можете описать тогда весь город, то есть от этого класса потом вы унаследуете следующий класс, и это строение у вас будет сараем, в следующем классе строение будет описание дома, в следующем завода, и так далее, и так далее, это я к чему сказал, просто сказал, что насколько это широко, но мы не отвлекаемся от целей, определение по синтаксису первоначальных данных делается вот так пишется сначала self и теперь я вас прошу что мы делаем ведь у нас есть две операции всего смотрите ссылка ссылки на атрибуты создание экземпляра но мы еще им открою тайну экземпляр не создавали да вы это знаете я так понимаю дмитрий вы это видел по вашему коду значит нечто другое других операций нет и помните вспоминайте что я мы говорим об объекте класса здесь не написано классы и объекты мы вот у нас есть classroom о нем мы не говорим мы будем говорить о объектах и вот здесь дим давай сюда пометим такую вещь объект но здесь все просто сейчас вам задание домашние откройте язык котлин и выясните является что там является объектом потом мне напишите смотрите все банально просто дим на вас надета куртка допустим я сейчас описываю а вы по-своему опишите вашу куртку значит это куртка например серая эта куртка имеет модель который есть там два рукава замок ну то 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 почему мы смогли описать эту куртку потому что это объект мы не можем описать ничто мы можем описать объект объект всегда имеет какие-то свойства мы берем кружку кружка она имеет цилиндрическую форму имеет ручку то есть любой объект имеет какие-то свойства и поэтому можем описать его так вот в python все является объектом из этого мы исходим цель в методе и нет у нас есть сельф и пара кстати ребята еще добавляю одну ссылку открываю сейчас видео там тоже я не полное давал но здесь более полное даю здесь есть такая вещь это программирование по системе номер один и здесь я рассказывал опять же метод изучения цель до один из подходов сейчас немножко другой подход еще проще делаю вот я тоже дам в описании эту ссылку посмотрите теперь мы идем дальше как правило в языке программирование чтобы было понятно у нас есть один параметр а теперь я вам говорю какое у вас задание видео разобраться с параметрами дим а потом выясните данном случае вот здесь да этот параметр будет подчиняться другим законам чем функциях вот это вам выяснить и написать мне да или нет подсказка что здесь разного между вот этим и вот этим разного здесь то что здесь нету сельф а здесь есть делаем вывод метод от функции отличается ключевым словом сель или первым для вас когда вы изучите параметры которые вам дал да первый обязательный позиционный параметр который требует передачи первого обязательного позиционного аргумента но ведь сельф мы ничего не передаем мы берем параметр который мы сами написали да придумали парам и присваиваем ему первоначальное значение как правило это делается просто тем же словом парам или иными словами название параметра все следующим шагом давайте вот что проследим давайте немножко поразмышляем теперь теперь вот что делаем давайте здесь определим некую переменную варь присвоим значение 5 просто переменную файли а это нас класс во первых мы выясним видит ли он теперь давайте напишем первый метод итак d метод назовем х от сельф и сейчас мы с вами сначала сделаем правильно если этот метод и мы с вами прочитали что я вам вернее рассказал что метод от функции отличается тем что имеет слово сельф ключевое но ведь нам с вами надо ответить что это и почему мы это делаем ну почему мы уже ответили да почему мы ответили потому что именно слово сельф отличает функцию от метода теперь один маленький момент я прервусь потому что возникает путаница по слову метода слово метод в языке программирования python как и в других языках программирования понимается в контексте иными словами это то же самое что допустим вот для людей слово бокс то есть оно тоже понимается только в контексте например я вам говорю бокс что это это вы мне не можете точно ответить что думаю я а вот если я вам скажу на ринге судья боксером говорит слово допустим бокс то есть для вас понятно что это боксеры боксируют а я вам второй вариант говорю я стою около ворот бокса ведь то же слово но в контексте уже вы представляете что это здание с воротами где там въезжают автомобили правильно так вот метод тоже рассматривается в языках программирования и если говорим о python тоже в контексте например если мы откроем язык программирования python и возьмем например например так сейчас секунду и возьмем я взял строки и мы здесь видим string метод то есть о чем это говорит в данном случае встроенные методы допустим добавить удалить буквы и так далее тоже называются методами в то же время если мы имеем дело дело с классом с классом с классом то функция или метод который начинается с ключевого слова def но имеет первый параметр self тоже называется методом но в данном случае уточняем метод класса правильно будет так строковой метод где мы смотрели да раньше это метод типа данных строки а это метод класса то есть привыкайте к тому что надо говорить в контексте и вы теперь будете различать и вас никогда не будут вы будете искать контекст далее ребят мы делаем следующее давайте произведем самое простое действие а вот у нас есть парам мы же смотрите парам сделали ну давайте давайте self-mine присвоим значение парам ведь у нас вот здесь вы нет есть парам и прибавим парам и вернем то есть когда функция вычислить она вернет вернем self-mine отлично пока я опускаю про классы пока займемся теперь экземпляром для того чтобы работать с классом хотя я не зря говорю у вас в голове разделил пока не надо это залазить далеко что класс и объекты класса потому что на самом деле мы сейчас с вами дальше чуть посмотрим ну сейчас посмотрим классу нельзя подобраться на самом деле можно есть другое ключевое слово но мы с вами говорим self итак return self-mine отлично для того чтобы работать с классом нам надо проделать то же самое что я показывал жанга механизм абсолютно один и тот же то есть создать некую переменную и присвоить значение класса как правило это делается таким же образом как называется класс только маленькими буквами так принято room присваиваем значение класс room оп вот здесь пошли и доки не понимаем почему давайте попробуем сейчас то что я говорил дмитрий дмитрий вот сейчас обращаю внимание система работы с кодом смотрите делаем да control enter нажимаем ничего не произошло да ничего не произошло отлично давайте попробуем теперь просто набрать room и называть enter мы получили мы получили вывод mine room класс room отлично но я вам говорил надо идти через исключение эскейт б нажимаю и у меня выпадает ячейка я делаю room беру экземпляр теперь смотрите открываем то что мы с вами ранее просматривали сейчас я попытаюсь это открыть только сначала найду вот оно объекты класса поддерживают два вида операции ссылка на атрибуты создание экземпляра отлично смотрите экземпляр мы создали правильно ли нет я не знаю честно не знаю будем проверять теперь объекты на атрибуты ссылки на атрибуты то есть смотрите само понимание сейчас считается довольно просто ссылка на атрибут вдумайтесь то есть python уже создает ссылку на атрибут идем дэксельф что это может это тоже ссылка на атрибут или нет ну не знаю вам надо отвечать хорошо попробуем попробуем вызвать вот этот метод хатсельф сначала сначала мы его вызываем прямо без всякого класса смотрите подсказок нету нету даже подсказок в хатсельф ну хорошо мы умные давайте-ка мы запускаем получаем исключение дим в начале урока я начинал вот как должен выглядеть твой код вот так красным name error дальше твои действия какие правильно открываешь сайт python орг да как я говорил если не сохранил ссылку да я думаю ты уже сохранил а давай-ка воспользуемся твоей ссылкой воспользуемся и как раз проверим чего-то там да здесь нам попробуем найти ну долго будет искать в общем-то давайте посмотрим так и так вы берете и находите да здесь исключение исключение давайте-ка посмотрим там мы ищем или нет я не знаю я не знаю там или нет мы смотрим 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 кажется не там вроде как да нет вы ссылку правильную дали в своем контексте я ребятам еще раз покажу туториал давайте найдем любое валью эра любое найдем валью эра так и промотаем нам надо найти это я просто подсказываю как искать исключение но проще нам будет сделать вот так смотрите взять взять руководство по языку и здесь посмотреть да и здесь посмотреть сейчас что было попроще ну давайте любое возьмем мотаем да я как-то давно это не делал поэтому так немножко не то ладно делаем по другому туториал возьмем и ищем чего-нибудь эра и как раз покопаетесь по сайту это очень хорошо синтекс эра хорошо дальше находим ну все правильно дальше когда мы нашли находим любое любое исключение вот name эра с окончанием эра и это нас выведет всегда на что на все исключения а нам и надо было name эра да в данном случае то есть здесь уже перечислены все исключения поняли как найти будете вот этими хорош сайт сайт python да все подробно давайте перейдем где наш name эра ну в общем вы поняли иными словами вы сами посмотрите а я буду довольствоваться уже этим да вход сельф не существует вполне нормально ведь мы нам сразу получаем ответ что он находится в классе и вне класса недоступен значит теперь мы понимаем ах вот зачем нам экземпляр нам экземпляр класса нужен room для того чтобы получить доступ вот к этим методам внутри класса давайте-ка проверять вот это Дмитрий мы оставляем и здесь себе пишем уже пишем все пишем есть ребята пишущие а есть не пишущие посмотрел вроде понимаю а потом как собака понимаю а сказать не могу не писать не размышлять ничего не могу так вот чтоб мочь надо каким-то образом начать словами не разговаривать о языке называть и далее мы пишем что изне не доступен метод класса хотсельф но здесь мы упустили как новички многое это ж не метод класса мы неправильно написали у нас здесь просто написано name но давайте-ка будем внимательными и еще раз забежим сюда а вы Дмитрий изучали переменные наверное вы уже просекли что здесь Бовстановский специально что-то делает что-то тут мутит нет Дим не мучу я хотел чтоб вы поняли и увидели ведь это же не метод а это что-то другое но тем не менее но мы же сомневаемся ну пойдемте умные читать книжки как говорится пойдемте опять посмотрим кое-что а нам надо фак да программирование сельф и все-таки смотрим да здесь сельф икс и сельф меч здесь скобочки вот отсюда начинается тоже проблема ведь просто метод со скобками но это же логично поэтому здесь что мы вызывали непонятно мы вызывали переменную так как метод от переменной отличается чем скобками именно так обозначается в языке а это у нас метод а переменной у нас нету ее не существует при этом язык же не не он уточняет что он уточняет строку уточнил 7 да дальше до класса дошел и все он выделил что в классе что-то не так х цель указал но это у нас метод поэтому мы выясняем с вами что все-таки давайте попробуем мы же умные о вот теперь метод потому что это переменная здесь нету обозначения мы с вами говорили прошлое видео но тут мы умные мы пойдем вот так наверное сработает ребят давайте проверять нифига все равно пишет одно и то же не существует просто не существует язык не уточняет нам что это переменная или метод он просто не существует но мы с вами умные мы же не зря написали экземпляр класса давайте-ка проверим теперь нажимаем экс эскейт б создаем ячейку если автоматически не создалось и попробуем-ка написать room экземпляр класса и наш метод о даже вот показал видите какой умный по принципу но это метод но мы пока не ставим ведь теперь смотрите вот тут нельзя было сказать смотрите опять крутизна python в чем а потому что в python метод может быть и переменной если бы мы его присвоили и он бы его понимал но сейчас пока не заморачивайтесь ведь он сейчас все равно определит это давайте-ка попробуем что он определит он нам определил многое function mine наш класс метод вот мы видим вход self self то есть мы прочитали это метод давайте-ка попробуем добавить к директиву ключевое слово print и попробуем еще раз набрать мы получили чуть больше информации вывести мы получили function он не называет метод мы с вами просто знаем что метод от функции отличается ключевым словом self дим теперь поняли почему я вам сказал что параметры функции должны отлетать потому что вы автоматом решите вопрос с методами они работают по тем же законам что и функции но мы здесь получили что урум это наш класс рум есть метод вход self ну конечно мы же его сами писали и есть память наконец-то на которую что делает ссылается что это метод да по крайней мере мы выяснили пока не по self но что этот метод имеет место и это место называется неотъемленный рум вход self то есть куда входит название класса и название метода и соответственно метод наш четко связан с классом у нас не написано а вот здесь здесь пока оставим но тем не менее пока на вопросы что почему мы поняли но что такое self мы пока не добрались хотя бы до одного определения пока непонятно хорошо исследуем дальше но тем не менее это я вам уже подскажу что это и есть адрес памяти да куда где располагаются это сам класс и методы значит здесь мы можем сделать предварительный вывод что в самом слове в самом слове room ничего не хранится хранится в памяти так как мы можем набрать слово room 2 и здесь room 2 давайте еще раз запустим для этого можно ядро и запустить все и посмотрим room 2 адрес другой просто другой адрес мы делаем предварительный вывод в python в самой переменной ничего не хранится переменная это ссылка значит уже начинает у нас что-то сходиться сходиться что если класс мы логически понимаем что это ссылка на атрибуты и создание экземпляра у нас поменялось да адрес памяти но код ведь это работало верно все равно как ни крути мы назвали по другому переменную но опять класс room и вход self наш метод а давайте ка попробуем сделать следующий код вести сейчас мы доберемся просто я еще какие какие вещи вам объясняю походу добавим скобки пропишем явно это метод и нажмем control enter так ну это надо запустить по-новому давайте мы чтоб не путаться сейчас чтоб и я вас и себя не путал мы уберем room 2 мы в двух местах ставили ядро и запустить все итак итак вход self не существует адрес print room вход self странно а что такое скобки ребят давайте смотреть что за ага вот самое частое исключение это то что я имел в виду дмитрий опять напоминаю обучение программирования вот сейчас происходит в данный момент и происходит обучение программирования когда мы получили исключение и нам надо его исправить и смотрим что здесь написано здесь написано отсутствует обязательный позиционный аргумент self не радуйтесь нас не ведет это к ответу пока что такое self ну отсутствует и хрен с ним ну назовем Вася вместо self правильно но все равно это не ответ на наш вопрос ну давайте смотреть наш код что мы здесь писали ведь все мы взяли парам парам и вар ну вроде бы да это метод вроде по правильно ну что ж чтоб ты нам дал ответ точный давай-ка мы тебя попробуем подурить python а мы тебе усложним задачу мы возьмем парам что в классе сделаем переменную и присвоим значение 100 теперь извини python выбирай а я вам задаю вопрос вот он ответ на поверхности это у нас парам переменная в файле которая по отношению класса это я тебе объясняю является глобальной и видимо потому что ее как раз таки мы можем вызвать легко давай попробуем я запущу вот этот класс и сейчас я могу спокойно парам вот этот вывести print парам она глобальна и получить 100 да а нам надо вот это сейчас вызвать ну что ж попытка вторая рум в хат сельф он написал отсутствует сельф ха-ха ну что ж давай попробуем так стоп не-не-не-не-не тут что-то не то тут что-то не то давайте-ка мы попробуем убрать здесь скобочку сейчас мы сейчас мы докопаемся а вот чертов два работает смотрите а что работает ребята что работает а работает вот эта переменная давайте ее закомментируем давайте ее запустим вот этот блок и теперь запустим вот эту переменную а это он тупит просто просто тупит пока так так оно должно было все запусти а один наше переменное делось а вот она почему-то здесь правильно мы же закомментировали то есть к нашему вот этому парам который мы считаем что мы здесь вот парам ввели вот этот парам да параметр нашего метода имен первоначальный использовали мы же закомментировали функцию которую назвали как парам и правильно ее не существует мы близимся к ответу ребят что же такое сельф чтобы чтобы мы первое кроме то что говорят другие ребята многие приходят это первый аргумент ну то есть это знание ничего не дает оказывается смотрите какая путаница если мы не понимаем нифига не получается ну что ж давайте попробуем голова у нас шапку допустим носить идем искать помните я вам говорил вот так не надо делать бежать в гугл и искать некое подобие да я не против гугла ребята я говорил не проходите документацию я вам показываю что ее надо уметь читать но у нас все получается хорошо не буду вас томить давайте-ка раскомментируем пусть он он ответит ячейка да давайте а тут изменилось запустить ячейки да 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 так стоп ядро и запустить все да тут кое-что добавилось а так это control enter одну ладно нас сейчас интересует ребята что вот этот парам давайте-ка его запустим и он опять дал 100 хорошо теперь давайте-ка попробуем добавить сельф сюда все-таки логически себе отвечаем чисто на логику если у нас здесь сельф да так все-таки дим это ссылка на объект или не ссылка но я не знаю давай смотреть здесь все-таки выводит что давай потом напишем пока мы не знаем что давай вот это запустим еще раз так отсутствует один позиционный аргумент так мы написали но видно не запустили ну давай попробуем запустили теперь оба отработало смотри хорошо давай-ка добавим сюда что это метод укажем четко интерпретатору блях смотри скотина нет вот ты понимаешь мне может куда бежать надо а тут исключение новичок уже человек начинающий потеряет из-за тебя Пайтон и сон и покой и будет кричать у меня исключение кричать на домашних все-все-все жизни нет неделя неделя как Винни-Пух застрял в этой когда вылазил нет ребята здесь просто плохое изучение классов и вот в чем здесь проблема вот теперь возвращаемся к этому видео которое первое где я в конце довольно эмоционально говорил нет параметров нет ничего правильно правильно и это я не зря говорил слушайте чудо какое-то получается давайте-ка смотреть в чем же у нас беда line 8 ну у нас сейчас непонятно где что да ну наверное нам надо пойти к определению класса сейчас у нас есть 8 то есть оно опять до класса определило а давайте-ка попробуем сделать что что оно остановило здесь да добавить сюда скобки и все-таки дело в том что в чем здесь дело почему мы могли застрять а потому что мы просто проскочили когда изучали функции параметры мы где-то там посмотрели ну вроде что-то понимаю и пошли дальше а потом ё-моё не пишем время идет а мы не пишем да ёб твою мать сколько раз надо говорить откуда же будет написание это примерно то же самое я букварь изучать не буду буквы знать не буду ну читать хочу слушайте но ведь это же вам понятно когда я рассказываю что если я не знаю букв если я их не буду читать если я просто взял этот букварь пролистал откинул потом взял книгу и ни хрена не понимаю но ведь вам же понятно сейчас что вы читать не будете потому что букв не знаете а что здесь другого если мы не понимаем параметрах и не можем их читать сидим как бараны то почему мы писать должны или вы думаете вы пошли на крутые курсы которых происходит примерно следующее вы долго нудно чем-то занимались ведь питон большой вы занимались как пишут часто ребята мы долго изучали типы данных дошли до функций пролетели их и вышли с чем сытые у нас каша в голове а писать мы не можем ну правильно дурак Бовсиновский говорит простую вещь для того что писать надо правильный подход я вам сказал в этом видео которое в описании сказал Дима вот теперь понял что параметры должны быть изучены от и до и исключение для параметров вот так должно все красное быть пошли дальше назад мотаем в чем же дело да дело в том что если мы работой присвоили обязательные параметры вот здесь обязательный параметр значит его надо прописывать если б мы это знали в функциях то это б мы отбросили это б уже работало но ведь мы же хотим писать за три дня и сразу так не бывает ребят давайте попробуем теперь локализовать чего-нибудь идем дальше опять вставляем вот смотри наконец-то чего-то там выдал восемь девять теперь уже да но он же нам подчеркивает да говорит вот вот я тебе говорю рум в хат сельф он нам указал что есть у нас экземпляр класса рум в хат сельф ну так давайте смотреть на это исключение не бежать извините меня от страха обосравшись в гугл и искать у меня исключение не троньте есть не буду объявляю голодовку пока не найду ошибку у меня же ошибка да две недели на самом деле не нашлось и все так надо было две-три недельки посидеть с параметром все бы стало на местах давайте смотрим рум хат сельф пошли смотреть хат сельф оно у нас выше хат сельф ну вроде бы будем надеяться верно да будем надеяться рум что-то здесь не то а может вот параметр а может сюда надо его внести мы же с вами давайте представим что все таки мы послушали Бовсуновского и решили так затереть эти параметры что когда допустим жена мать спрашивает ты сходишь в магазин а это обязательный параметр или нет какие то есть вы начинаете говорить совершенно не то заговариваться значит все нормально писать будете ставим тысячи сюда следующее попытка следующее попытка ну хай будет ладно ну уберем пока ctrl enter ага заработало ура заработало скажите нужно было для этого носиться по гуглу или все таки надо правильно подойти так вот ребята может ну дизайнер с меня хреновый но не надо предлыхать что давайте я вам пишу дизайн мне нравится мне нравится этого достаточно я ее написал за часов шесть просто не доходит пока руки нет времени все равно буду дописывать поэтому потом будет лучше и лучше итак ребята вообще я другое хотел спб это youtube.ru объясняю в моей школе вы научитесь как изучать языки вот это самое главное потом для вас будут полезны абсолютно любые курсы давайте теперь еще дальше пойдем нам надо ответить на вопрос все таки самый главный escape b нажимаем все таки что нам дает что такое сель в первую очередь оба вот теперь получили то что надо ну-ка 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 мы догадываемся уже тысяча пять давайте-ка смотреть сельф парам мы присвоили первому параметру тысяча а вот здесь var пять да действительно отработал метод при этом когда мы без скобы запустили мы прочитали room класс в hat сельф ведь наш метод а вот наш пожалуйста это объект и память все наш наш четко написано черным по белому вот когда джанго я говорил ребят ведь что здесь главное для нас вывелось bound метод ну например давайте там джанго да я учил ребят мы там проверяли то есть в языках программирования конкретно в python всегда будет метод bold то есть что это значит связанный то есть нам конкретно говорить сейчас связанный метод с чем связанный с классом четко написано просто запомните bound это всегда четко показывает связь в каждой библиотеке уважающей себя будет этот метод то есть проверить к чему относится тысяча пять сработало нам все-таки надо ответить на главный вопрос что такое сельф давайте-ка мы сейчас раскомментируем вот этот парам и вот это сельф уберем и запустим запустили и опять вот эту строку сто пять сейчас отработало что парам сто и вар пять так как мы себе делаем уже вывод дима да то что находится вне класса в одном файле является глобальной видимостью и видно нам в то время мы с вами проверяли пытались вызвать метод сам метод класса то он без экземпляра класса сам по себе метод не виден да то есть сразу мы по сути дела орудовали двумя переменными сейчас без сельф наконец-то делаем вывод совершенно банальный простой извините мне сидели тут что-то печатали ну вот только так дима пальчиками через свой опыт по клавиатуре ты станешь программистом в одном случае если вот так будешь разбираться опираясь на исключения тогда это будет работать но я с этим с вами разобрался один раз теперь я ставлю сельф и делаю золотой вывод первый самый главный ctrl enter запускаю эту ячейку и опять запускаю тысяча пять и говорю я понял зачем сельф он определяет принадлежность классу ну-ка давайте-ка посмотрим ваш ответ который был ранее так так ли он звучит вы писали описание любого объекта это типа понимаете дим бла-бла-бла для кого описание для чего ну молодец что написали кол два минуса это сто процентов но теперь вот разбирались я вам сказал сельф я сказал одно вы должны еще кое-что сами выяснить самое главное что мы здесь выяснили что сельф первое что он делает это не это а то он определяет принадлежность классу а давайте еще кое-что проверим стерпит поэтому или нет вот попробуем а вдруг вызовет исключение я не знаю дима сельф без инит значит маран маран мрм попробуем сделать так сельф мрм смотрите я не знаю я даже не смотрел можно ли так делать я просто так попробую а вдруг можно я в классе определил просто переменную мрм присвоило значение со словом сельф мрм ни на что не опираюсь я не знаю сначала я попробую вызвать ага вот тут мы что-то уже начинаем больше чуть понимать не существует значит все таки переменную мы не можем вызвать значит все таки в python написали правду сказали что сельф применяется в функции которая называется методом ключевым словом def то есть когда с ключевым словом def мы принимаем ставим сельф то это определяет метод класса а просто в переменной мы не можем применить но это надо было поддельно вынести это стоит того потому что это тоже нам объясняет коле ctrl b ctrl b ой я не там немножко сделал escape b это нам объясняет кое-что что мы не можем сельф применить потому что это именно второй вывод я для вас делал но есть еще выводы все хватит основное самое главное вы теперь поняли и будете понимать всегда особенность тех с переменной то есть теперь у вас снялся вопрос то есть остался в прошлом что когда мне применять сельф когда нет с этой переменной да и здесь сельф парам в данном случае четко мы применяли метод когда без сельф мы применяли просто переменные именно сельф указывала на метод но ведь это все было описано но это было описано словами когда мы читали а теперь мы это поняли на коде итак мы готовы ответить на два вопроса которые мы себе поставили сельф почему мы его используем ответ довольно простой потому что сельф определяет метод который относится к классу и дальше когда мы вызываем с ключевым словом сельф то понятно что мы обращаемся к параметрам параметрам в данном случае мы просто выделили память и создали ссылку я вас мучил мучил говорю ну а что ж по другому везде ж оно писало Дим оно везде писало класс везде писало пока там в конце уже четко не сказала Боунт ну связан я ну связан я с классом ну вот кричу тебе просто читать надо уметь мы научились с вами мы молодцы итак что же я хотел еще сказать что то вылетела мысль а почему ответили и что это первое что мы сделали вывод что сельф определяет принадлежность классу метода а дальше мы уже использовали смотрите мы использовали метод вот он сельф но мы использовали параметр который определили начальный параметр вынет выделили при помощи сельф ссылку сделали выделили место это у нас появился адрес и получил появилась целая переменная сельф парам наша переменная которая название места называется парам и имеет свой адрес и потом мы ее могли просто в любом месте применять и мы ее как раз таки применили прямо сельф парам если бы мы не так применили а мы пробовали просто парам тогда он считывал глобально а когда мы применили как сельф парам то мы получили тысяча пять то есть мы увидели что он четко обратился именно к этому параметру ну вы это сами видели своими глазами это далеко не все таким образом изучение мы сейчас не затрагиваем очень многие вещи я сказал что классы экземпляр класса довольно разные вещи делают но вы когда будете начинать работать с классами должны четко осознать цель отсюда у вас отпадет вопрос принадлежности класса и вы не будете ходить как слепой правильно но главный вывод зачем я это все-таки показывал что везде мы видели в исключении у нас попадались исключения типа миссинг да отсутствует обязательный позиционный аргумент цель то есть если вы упустите сейчас дима функции аргументы то в принципе дальше никакого языка тоже не будет значит что такое делаем вывод изучения языка вот когда вы будете писать отвечаете себе на вопрос сами при правильном подходе при правильном подходе это правильный подход я вам сейчас показываю то видео посмотрели это посмотрели и так формируем единственная разница что вот у одних одно страдает у других другое поэтому я по-разному рассказываю ну а рассказываю одни и те же вещи просто по-разному лучший вариант тех кто пришел с этого видео посмотрел сказал о да что это во первых надо самому было со мной прописать все это потом еще самому вообще прописать без меня но ребята приглашаю в школе в моей школе по крайней мере я заостряю внимание на главном как писать мы здесь многое чего еще не говорили я не хотел путать сейчас была задача только одна чтобы Дима себе вбил голову да теперь я понимаю параметры и функции я у меня будут отлетать а классы я начну с сельф и вот передо мной перед ним больше не будет перед Дмитрием стоять вопрос что это зачем он не будет говорить или писать чуши разные типа сельф это это слово такое значит которое называется сельф так принято между программистами да это хорошо все это здорово но нам надо что разобраться в том чем мы разобрались что оно делает и теперь это слово для нас приняло по крайней мере уже первый смысл Дима что определение оно что делает правильно определяет метод как принадлежность конкретному классу рум вот вам домашнее задание а теперь что вы делаете домашнее задание какое вы присылаете мне если вы уже затронули вот этот метод вы создаете еще один класс например рум 1 и пытаетесь с того класса с того класса рум 1 вот в этом классе сделать действие то есть там написать такой же какой-то метод в классе рум 1 и попробовать применить тот метод в этом классе не забывайте только я подсказываю про экземпляр и попробуйте потом варианты убрать сельф и создайте еще переменных попутайте себя пока четко не начнется вот это ясное размышление ставлю сельф и наверное вам домашнее задание поискать а какое домашнее задание ну ладно скажу более прямо резистанс это встроенные функции посмотрите что она делает и приведите примеры что она делает как раз относится к этой теме Дим пока больше ничего не даю потому что сейчас увлечетесь классами и упустите то что я говорил да параметры а значит все будет зарублено на корню на корню дальше нечего делать программирование поэтому вот это видео то что я говорил еще раз смотрите смотрите конец видео где я очень наверное эмоционально говорил что без параметров не будет ничего вы я попытался вас в этом сегодня убедить и показать поэтому параметры изучили и забыли мы их знаем у нас они в багажнике уже наш багаж если этого багажа нет значит вы себе определили часы поиска неизвестно где неизвестно чего а может все может быть вот таким увлекательным и довольно простым скажите я на каком-то нерусском языке говорил или говорил очень сложные вещи да нет ребят все говорил очень просто так что лучший момент кто первый раз это прийти в школу ребят поэтому вот так ну один задание получили вперед работаем что что сделаешь все получится я еще ребята если вы себе вдруг вдруг сказали вот вы допустим год два три занимаетесь программированием и не получается писать и где-то мысль уже да устали куски собираете может это не для меня так вот посмотрели это видео что здесь я что-то сложное рассказал да для вас для вас не обманывайте себя вы в жизни делали намного более сложнее вещи и единственное почему у вас могло не получаться вы неправильно подошли я вам показал правильный подход ну и Дима запомнил что сельф начать да но я Дима еще последнюю вещь минимум две вещи я не рассказал что делает сельф это уже сами выясняете но главное сказал думаю если посидите денек другой сельф вот так поработаете особенно с двумя классами там допрете и тогда уже когда поработаете то что мы вначале читали попытаетесь по-другому почитать а потом мы еще поговорим не хочу дальше путать с функциями да я вам просто пока сказал возьмите на веру что параметры и функции надо чтобы отлетали параметры то есть ради этого писали это видео посмотрели пока я еще двигал мышь у вас должно в голове было всплыть что обязательный позиционный параметр который требует передачи обязательного позиционного аргумента да о котором мы долго шли это не здесь мы функцию эту сейчас не задействовали если этого не произошло автоматически вы не считали значит дело плохо дальше в языке делать нечего нечего вообще в каком в любом вспоминайте про букварь и так ну длинное занятие ну нудное согласен зато надо только один раз посмотреть спасибо и у вас все получится не обманывайте себя я не вижу причин чтобы не получилось писать код но нет их надо просто правильно подойти ребят спасибо за доверие все получится спасибо спасибо